Привет, ребята, это весёлая барахолка. Первый в России обзор на фильм-тренер, на который сходил и я, и мой коллега Ярослав. И я, здравствуйте! Мы сходили на фильм-тренер, сегодня в 11.20 был сеанс, то есть второй в России сеанс. Мало кто смотрит, может, сам Данила Козловский. И я вам честно скажу, блядь, я просто поражён, фильм охуенный. Те, кто говорили, что это будет неудачная картина, это купленные, как правило, люди Навальным, я иначе не могу объяснить, потому что... И дураки. Почему они так думают? Они изначально ищут какой-то госзаказ, они пытаются, типа, сказать, что, мол, ну, это, типа, клише, клише, клише. Ну, знаете ли, клише не клише, но это спортивный фильм, и главное здесь не это. Давайте обратимся, Ярослав, к деталям определённым. Давайте обратимся. Я тоже был на сеансе и могу сказать, что, блин, я такого вообще не видел кино. Знаете, сколько кино про спорт пересмотрел? Море, но такого не видел. Да, фильм удался, потому что вот именно такой образ тренера, реально, фильм называется «Тренер», и там, блин, там, короче, Данила Козловский, он такой крутой, он чисто тренер. Тренер. Вот что самое главное. Он чувствует это, он чувствует тренерскую работу, у него чутьё есть на методике какие-то, хоть ему и 36 лет, он работал, казалось бы, с сильнейшими тренерами, потому что он играет роль, скажем так, ну, Андрея Аршавина, который не забил ещё и пенальти и удалился в матче с Андорой представлен в 2007 году, и Россия не вышла. Типа того, типа того. Тут-то матч с Румынией. Но как будто он, типа, ничего при этом не знает. Он приходит к каким-то своим методам, потому что он тренирует, он похож на плане Никиту Картауа, который тренирует Динамо из ПБ, ему помогает. И это чисто оно. Это русский тренер, мать его. Без лицензии тренерская работает ФНЛ с командой Метеор. Она ФНЛ, кстати. Она именно ФНЛ, я думал, будет ПФЛ. И это реально огонь. Настоящий огонь. Футбол Алан Гатагов с такой актёрской игрой. М-м-м, да, да. То есть, там, например, Данила Козловского не принимает команда, и Алан Гатагов такой кивает, такой, м-м-м. Вы когда посмотрите, вот в охерете, Дмитрий Сычёв, он такой, да, блядь, момент у меня. И вот Савин Жека был. А Савин Жека такой кивок, бац, и огонь. То есть, это футболисты настоящие, понимаете, не стали даже актёров звать, решили позвать профессионалов, чтобы всё сделать максимально профессионально. Данила Козловский, он как тренер в фильме «Тренер». Реально, он, короче, и с костюмом есть, тренерским, и в спортивке. Да, он такой, бля, ребята, надо победить. И очень много фраз, которые в народ уйдут, типа, типа, в танки главное не обосраться. То есть, вот, если через месяц мы не услышим это на чемпионате мира... Значит, люди просто тупые. Вы сходили на фильм «Движение Вер». И мы сходили, и мы с Ярославом тоже сходили. Мы обеспечили самую большую кассу. Мы с Михаилом. Мы это сделали, потому что, блин, ну а почему не сходить? Потому что это про нашу страну, про совок наш любимый, где убивали, головы отрезали за баскетбольные мячи. Тут-то всё по-другому. Здесь представьте себе ситуацию. Самая реалистичная картина в мире. Короче, вот Андрей Аршавин тут всё-таки, ну объективно, действительно, капитан сборной России, атакующий игрок. Это всегда человек запоминающийся. Бесчастных помнит даже самый последний бомж на улице до сих пор. Несмотря на то, что он уже давно не играет в футбол. И особенно в тренерской работе не замечено, прямо скажем. И представь. Вот, Ярослав, давай переживем с тобой опять события этого фильма чуть-чуть. Будет немножко спойлеров изначально. Чуть-чуть. Я боюсь переживать заново, потому что мы вот, я сейчас вспомнил этот момент, когда мы сели в кресло, и я увидел первые кадры, у меня сразу пот, пот. И я сейчас боюсь, что я опять потею. И мне придётся переодеваться потом в другие вещи, потому что вот я увидел стадион, стадион Краснодара стадиона. И не только, там несколько стадионов было. Я знаю, это вообще, вы представляете, там даже не стали рисовать модели стадионов, либо играть на поле, реально в чистом поле. Они взяли настоящие стадионы футбольные, блядь. Где вы ещё такое видите? То есть Данил Козловский, будучи режиссёром и продюсером, заморочился и сделал так, чтобы всё выглядело максимально по-настоящему. Ты представь, вот сейчас Андрей Аршавин, допустим, заканчивает карьеру и с горя напивается. После чего он едет пьяный на улице, не справляет, чуть-чуть с управлением останавливается. И к нём подходит милиционер и сука не узнаёт его в России, ты представь! Это в нашей стране, где условно говоря, в нашем захолустном городке, опустим его название, любого чувака из основы нашей команды местной знают. Представь, капитана сборной России из атаки не узнаёт милиционер. Более того, он ведёт его в участок, и там его тоже никто не знает, он своём бате звонит, бате приходит, бате, вытащи меня. Батя приходит, и он им уже объясняет, что это, оказывается, сука, капитан сборной России. В России это, это такого, такой достоверности я не видел нигде. Как так говорить смог проникнуть Данил Козловский? Ну, мне кажется, что он просто понял, что у нас страна такая, знаешь, ну, гнилая в этом смысле. Забыли про спорт. Да, про... Героев, героев наших. Это метафора, короче, то, что, типа... Тех, кто куёт славу. Первый, это типа до просмотра фильма «Тренер», начало фильма, а второй-то после, все узнают, кто уже такой Данила Козловский. Да, и получается, что тех, кто куёт славу России, нашей страны, Советского Союза, нашего совочка на территории мира всего, их, здесь наших героев, этих, они никому не нужны внутри России, потому что плюют, вообще не уважают. Ну да, именно поэтому до сих пор Андрей Аршавин признаётся самым популярным тренером, тренером, прошу прощения, игроком в России по опросам всех людей. Реально до сих пор это так и есть. Но ты знаешь, никто не устраивал опросов среди ментов, и мы не знаем. Там никто не смотрит футбол, действительно. Как известно, менты ненавидят футбол, они любят читать книги и посещать форумы литературные. А также театр. Ну и второй момент, который поразил меня с точки зрения достоверности. Меня тоже. Тренер без рецензии, его зовут ФНЛ, это ладно, как бы бывают случаи, такие исполняющие обязанности, но он приходит на тренировку, где его встречают 22-х с виду летний парень. Напомним, что это самый популярный игрок в истории России, как бы, то есть, несомненно, авторитет, ну для футболистов всей России уж точно, если уж не для ментов. Он приходит туда и, во-первых, руководство клуба говорит, что это опытные футболисты. То есть, на вид им реально 22-23, а им говорят, типа, им 33. Во-первых, нет. Это ЭТО, это Думбия, это парни черные, это другое, а белые парни, это другое. И самое главное, если 23-летние парни отказываются здороваться с Даниилом Козловским, блядь, они отказываются с ним здороваться и говорят, мол, ну здорово, блядь, че вы серьезно? Если бы сейчас Аршавин приехал в ФНЛ, нахуй, там бы все его вот обняли бы и сказали, Андрюша, блядь, типа, че тебе эти депутаты задолбали? Это такой пиздец, как такое, типа, блядь, а как делать? А я могу объяснить? Ну-ка. Ну, просто дело в том, что он приехал в ФНЛ тренировать, да, и футболисты, футболисты, они, у меня два варианта, либо они решили, как бы, его так разыграть, просто шуточка такая была. Весь фильм потом они разыгрывают, типа, ты говно, блядь. Да, это шуточка. Они еще такие видсик делают, типа, да ты играть, типа, не умеешь особо, блядь, и почему, кто это говорит, сука, паспорта, блядь, эти из ФНЛ? Ну, это Данила Козловский так задуман просто. Я был комментатор, комментатор лиги ФНЛ, и я не представляю, по-моему, в ФНЛ, когда вообще любой человек, который с мячом, да они любого бича уважают, который просто с мячом умеет ходить. Но ты понимаешь, Данила Козловский, он глубже копнул, он сделал так, что футболисты его ненавидят, и это новая линия футбола. Вот, и он такой, представь, в общем, это даже не новый тренер Краснодара, да, это не молодой Дмитрий Оленичев, который начинает, там, сенатором, потом он работает тренером, тренером. Слово тренер сейчас обрело принципиально другой смысл после того, как Данила Козловский это обыграл, потому что он, это как будто Пол Гаскоин, короче, рулит Бостоном, блядь. Хочу быть тренером. Такой, я тренер, я тренер России, я матушка, как Роберт Данира играет. Нет, главное, в танке не обосраться. Блядь, это просто в народ уйдет. Да, мы знали, это прикол, но теперь он... Теперь это не прикол, это реальная тема. Это то, что нужно нам, этот фильм-тренер, который откроется по-другому, если не смотрите трейлер, там заспойлерин счет, сюжет и жинься. В первом кадре заспойлерин, но Данила так сделал специально, чтобы вы не смотрели трейлер. Нет, это прикол двойной, типа вы думаете, что вы знаете счет, а он реально такой, он реально такой. Вы думаете, ну, наверное, в фильме по-другому будет? Не может же в трейлере заспойлерить финал, но это... А на самом деле... А на первой секунде такое ты видел где-то? Это психологический перевертыш. Так что вот такой вот фильм-тренер, он отличный фильм, потому что там играют наши актеры. Данила Козловский вышел на поле, он реально с мячом был, он обещал принципиально... Где можно записаться на курсы тренера? Здравствуйте. Вот так фильм влияет, он вот так влияет. Да, я вам перезвоню тогда, хорошо? Можно, да, на курсы тренера? Все, до свидания. А вот так, вот так происходит. Люди, которые раньше не думали о карьере тренера... Вообще вообще. ...хотят стать тренерами, играть в футбол не хотят. Я уже чувствую себя... А ты же вчера еще хотел играть. А теперь... А, не хочу играть даже. Тренерство это. Я тупо тренер. Причем он такой тренер, там в фильме просто, он говорит... Ребята, блядь, работаем, блядь, работаем, блядь. Типа как, понимаете, как Аль Пачино, короче, такой же, во всех своих фильмах, в «Адвокате дьявола». Он крутой. Он такой приходит, Киану Ривз... Вот такой вот, типа того, вот такая игра, какая актерская. Или как будто, знаете, самолет в экипаже такой, он на него летит, блядь, а он как Брюс Уильс на него, типа, иди ты нахуй. Вот так вот, реально, как Кама Пуля, он такой, блядь, дерзкий, сука. Как Пол Газской, нахуй, бухой, наш русский тренер. Причем такого тренера, на самом деле, в реальности никогда не было. А он, то есть, он объединил себе черты Бескова, Лобановского, Олега Анчароманцева, а именно пьет. Это основная черта, которая имеется. Вот такой... Это реализм, понимаешь? Очень мне понравился фильм. И я думаю, что он нужен, в конце немножко, я думаю, поюморим, да? Да, можно. И предположим, что фильм снят все-таки для младшей аудитории, для детей и для тех, кто футбол не смотрит. И очень быстро был снят. Очень быстро, это заметно, поскольку в некоторых моментах звук, тайминг не совпадает. То есть, комментаторы, которые, блядь, такие-то... Сейчас, подожди, мне нужно просто понять, серьезно говорить или не серьезно. Как ты думаешь? Давай, вот сбрось монетку, пожалуйста. Флипп! Ну? Ой, серьезно? Серьезно, когда я слышу Нобеля Рустамяна, мне хочется блевать. Когда его Лысая Харя фигурирует в кадре, мне вообще просто... Мне показывают, типа... И ты прямо чувствуешь, что это вот Тина ТВ, это хуетень вот эта. Когда, типа, это матч ТВ! Он реально это кричит. Сука, в фильме там логотип прям показывают. Типа, блин, такое говнище вот это. Расскажи про рассинхрон звук. И рассинхрон звук, да. То есть, Нобеля Рустамян кричит гол до того, как залетает гол. Вот буквально, то есть, за секунду где-то он кричит гол, залетает гол, и происходит гол. Обычно, все обычно, ну, примерно одновременно должно происходить. А тут три измерения. И где-то рядом... Ну, фильм класс, фильм класс. И, кстати, этим очень хвалился Черданцев, который сказал, ну, меня тоже приглашали. И я его, знаешь, по-моему... Я его особо как-то не увидел, знаешь ли. Не было. Не, вроде был или был в начале, не знаю. Если был даже, то был ненадолго. Но если мы его не увидели, значит, считай, его не было. Не, ну, я его видел вроде. Я просто сейчас... У меня в голове только один Данила Казовская бородой, в основном. Вот он блистает. Потому что он самый крутой в мире. Это то, что нужно посмотреть каждому. Фильм-тренер, идите на утренний сеанс. Рублей 190-180. Это то, что надо. Потому что если вы заплатите 400 рублей, то есть вероятность, что вы захотите увидеть нечто более оригинальное. Вы захотите увидеть не спортивный фильм, а, например, ну, типа «Охотник на лист». Типа охуенный фильм про спорт. Там, в сверхнепредсказуемость, ты не знаешь его историю. И либо ты ожидаешь увидеть там про теннис, да, «Борк Макенрой», а охуенный тоже фильм. Но нет, за 180 ничего лучше, чем фильм «Тренер», нет. Это самый крутой фильм. Большим способом гордиться нашим кинематографом после фильма «Духлест-2», после фильма «Селфи» тоже хороший фильм. О, да. Удался. Надо выставить оценки, мне кажется. 9,5 баллов, потому что наш русский диканё воплотился на экране. И он такой «Да, надо работать, работай, давай, давай, давай!» А кто-то сказал русский диканё? Причем, реально там тренерский метр, а не вот. Русский диканё? Диканё. Ну, в смысле такой псих... Паула диканё? Паула диканё. Он такой отчасти психованной. Во многом методике нет никакой тренерской. Тренер как бы это отсюда тренировать, да? Да. А в России тренер такой кулаком, когда размахит, «Ну чё, ты давай, не можешь, ты не можешь ничего!» Давай с тобой поговорим, раз на раз. Так, ты поставь сколько? 9,5? 9,5. Я ставлю 4,75 и итоговая оценка 7,25 из 10. И это было мнение канала «Весёлая барахолка» о фильме «Тренер» с Данилом Козловским в первый день показа. Заходите на нашу «Весёлую барахолку» и ищите там всякое барахло. Пока-пока.